Проблемы возникли и у черкасского журналиста, который писал разоблачительные статьи об одном из местных прокуроров. И тот, недолго думая, подал заявление в полицию, дескать, репортер обнародовал личную информацию. Уголовное производство открыли немедленно. Какие прокурорские секреты раскрыл журналист и что ему за это грозит, выясняли наши корреспонденты. Продается Элексус за 125 тысяч гривен, 5000 долларов. И на ее месте купляет Toyota Sequoia 2008, которая за 170 тысяч гривен, 7 тысяч долларов. При реальной вартости минимум 30 тысяч долларов. Черкасский журналист Александр Беспрозванный рассказывает нам о заместителе начальника отдела облпрокуратуры Александре Кожушка. В своих декларациях скромный прокурор засветил роскошные машины, немало квартир и даже коллекцию золотых монет. Правда, после выхода материалов правоохранители заинтересовались не прокурором, а журналистом. Вся информация про данного посадовца, она была взята из откидых журналистов, ее декларации, реестра судовых решений. Ну, та же самая с его сторинкой в соцмереже. Александру инкриминируют незаконное распространение конфиденциальной информации. Производство открыли еще и 16 декабря, но сам Беспрозванный узнал об этом совершенно случайно, когда следователь решил выяснить, имеет ли он официальный статус журналиста. За это время его даже не вызвали на допрос. При службе нацполиции нам не захотели даже подтверждать, зарегистрировано ли у них это производство, мол, нет разрешения следователя. В прокуратуре же были немлагословны. Мы надеялись встретить сотрудника прокуратуры Александра Кожушка возле работы, но как только подошли к ведомству, к нам сразу же вышел охранник и потребовал аккредитацию. Если безподставлено открыто криминальное проведение, то это и может быть тиском на деятельность журналиста. Но оно должно быть признанным, а признает правоохранительные органы, суд. Ему также нужно обратиться к национальной полиции. И это высказывать, показывать, что на него проводится тиск. И общество должно про это знать. Подозрение Александру пока не предъявлено. Максимальный срок по инкриминируемой статье – три года лишения свободы. Но ждать журналист не собирается и уже готовит встречное заявление. Редактор Черкасы.